как алкоголики становятся алкоголиками нет не так почему одни люди становятся алкоголиками а другие нет на этот вопрос нашли ответ американские ученые из стэнфордского университета надо сказать что сам механизм алкоголизма уже достаточно хорошо изучен генетиками известны также два алкогольных гена один из них управляет ферментом который превращает спирт в ацетальдегид это мощный токсин который и вызывает состояние похмелья симптомами которого являются головная боль дрожь и тошнота попросту говоря это отравление организм другой ген управляет ферментом который обезвреживает этот токсин так вот станет или нет человек алкоголиком зависит от того как работают два эти гена итак давайте сначала разберемся с первым есть вариант когда человек обладает таким его видом который очень быстро превращает спирт в токсин который быстро и в большом количестве накапливается в организме как следствие человек чувствует себя очень плохо обладатели такого гена не способны выпить много а потому крайне редко становятся алкоголиками этот вариант гена распространен в странах азии в частности в китае и японии где число его обладателей составляет около 70 процентов что же касается русских то среди них обладателей такого гена намного меньше примерно такая же картина наблюдается и в европе поэтому таких людей накопление токсина идет медленно они могут выпить много не испытывая никаких неприятных ощущений так вот именно эти люди и рискуют стать алкоголиками а какие функции выполняет второй алкогольный ген он отвечает за обезвреживание алкоголя в организме кстати у половины китайцев и японцев он вообще не работает везет же людям у них алкогольный токсин не разрушается или это разрушение происходит крайне медленно поэтому люди с таким ленивым геном не способны выпить много и не успевают приобрести зависимость от спиртного то есть их организм генетически защищен от пагубной привычки что же касается россиян то такую защиту имеет менее одного процента всего населения в европе эта цифра и того меньше остается еще один вопрос почему организм человека вообще настроен дружить с зеленым змеем оказывается фермент который обезвреживает алкогольный яд выполняет еще одну функцию он тормозит ощущение наслаждения в центрах удовольствия головного мозга благодаря этому праздник от приема алкоголя притупляется что опять же снижает вероятность ухода в запой если же в гене так сказать ответственным за обезвреживание токсинов появляется особая мутация то зона рая уже ничем не контролируется в экспериментальных мышей с таким геном после первого же приема спиртного возникала алкогольная зависимость этим и объясняется почему некоторые люди быстро становятся алкоголиками а другие не испытывают тяги к алкоголю вообще изучение этого механизма поможет понять как бороться с алкоголизмом глобальным что конечно же очень злободневно тема эта актуальная о ней много говорят проводят исследования как социальные так и научные кстати данным всемирной организации здравоохранения россия находится на шестом месте среди самых пьющих стран да мы все-таки попали в этот далеко не престижный список россияне в среднем употребляют в год около 15 литров алкоголя на человека а самыми популярными считаются пиво и водка хотя год от года все большее количество людей отдают предпочтение хорошему вину что опять-таки внушает некую надежду а